Рак пристательной железы Рак пристательной железы занимает 5 место среди смертности по мужскому полу. Как всем известно, рак пристательной железы является гормонозависимой опухолью, поэтому основное место в лечении диссиминированных форм рака пристательной железы занимает андроген-депривационная терапия в комбинации с ранней монохимиотерапией децитокселом и или новыми антиадрогенными препаратами, как видно на данном слайде по рекомендациям НССН. Тем не менее, несмотря на гормональную терапию, рано или поздно рак пристательной железы приобретает рефракторные черты, кастрации, в связи с чем это все обуславляет необходимость смены терапии. И несмотря на высокозатратные интенсивные методы лечения, не все пациенты одинаково положительно реагируют на проводимое лечение. Все это обуславливает необходимость разработки новых методов подхода к прогнозированию ответа на лечение и новых методов подхода к выборе той или иной схемы лечения. Вообще, на сегодняшний день в качестве перспективных предикторных и прогностических маркеров метастатического рака пристательной железы рассматриваются герминальные соматические мутации генов репарации. Вообще, изучение герминальных мутаций, в частности, в особенности методом гомологичной рекомбинации является перспективным направлением онкогенетики и по изучению ракопростаты. В особенности это поможет в скрининге и прогнозе. Все чаще публикуются различные исследования, демонстрирующие связь ракопредстательной железы с мутациями в генах репарации ДНК. Как видно на слайде, по данным систематического обзора, демонстрирующего взаимосвязь герминальных мутаций и соматических возникновений ракопредстательной железы, в частности, метастатического и кастрат-резистентного, гормон чувствительного метастатического и кастрат-резистентного метастатического ракопредстательной железы. По не связанным между собой исследованиям относительно частот мутаций генов репарации ДНК, наиболее часто встречающимися гены, которые мутируют, являются Берсей-1, Берсей-2, ЧЕК-2, ПАЛП-2 и АТМ. На сегодняшний день НССН рекомендует проводить анализ на герминальной мутации у людей, которые имеют семейную историю ракопрестательной железы, у которых по данным гистологического заключения имеется крибреформный или внутрепротоковый вариант, то есть компонент, и пациенты, которые имеют высокий или очень высокий риск метастатического поражения. Вообще промежуточной целью нашего исследования явилась оценка частоты герминальных мутаций генов репарации ДНК путем гомологичной рекомендации у пациентов с метастатическим раком предстательной железы. В исследовании включено было 80 пациентов с метастатическим раком предстательной железопреимущества первичные пациенты, то есть которые не получали никакого до этого лечения. Как видно на слайде, медиана возраста составила 69 лет, медиана ПСА составила 132 нг на мл. Большая часть пациентов наравне с отдаленными метастазами имели регионарные метастазы в лимфоузлах. И по степени дифференцировки, по гистологическому заключению, большая часть пациентов имела грейд-групп 4 и 5. Большая часть пациентов имела множественное поражение костей и лимфоузлов различных групп. И небольшая часть пациентов имела метастазы в легкие и в печень. По перформанс-статусу, по ЕКОК, при первичном осмотре большая часть пациентов имела ЕКОК 1 и 0. И также в качестве первой линии терапии большинство пациентов получили андроген-депривационную терапию в той или иной хирургической или медикаментозной степени в комбинации с ранней монохимиотерапией доцитокселом. Часть пациентов получила только андроген-депривационную терапию в связи с сопутствующей сердечной патологией, возрастом или непереносимостью токсанами. У всех пациентов были взяты образцы периферической крови, переданные в Институт цитологии и генетики Национальной академии наук Белоруссии. Произведено таргетное высокопроизведительное секвенирование. Был произведен поиск герминальных мутаций Берсей-1,2, АТМ, ЧЕК-2 и ПАЛП-2 у 73 пациентов. У 7 пациентов на сегодняшний день еще поиск мутаций продолжается. Как видно на данной диаграмме, частота встречаемости герминальных мутаций генов репарации ДНК распорядилась следующим образом. 15% составлял Берсей-2, 8,2% Берсей-1, 10,9% АТМ, 4,1% ЧЕК-2 и 6,8% ПАЛП-2. В ходе исследования было выявлено 11 вариантов мутаций гена Берсей-2. Среди них 8 явились мутациями несинонимичными заменами и 3 синонимичными заменами. Однако, согласно литературным данным и базам данных КЛИНВАР, все выявленные варианты мутации являются либо непатогенными, либо еще клинически неизвестного результата. Среди вариантов мутации гена Берсей-1 было выявлено 6 мутаций, среди которых 5 явились несинонимичными заменами, и одна патогенная фреймшифт-дилеция, являющая казальной при раке молочной железы яичников. Среди вариантов мутации гена АТМ выявлено 8 мутаций, 5 из которых являются несинонимичными заменами, то есть миссенс-мутациями, и 3 патогенные мутации, то есть одна мутация затрагивающая сайт сплайсинга, одна мутация, которая приводит к образованию стоп-кодона, и одна патогенная мутация несинонимичная замена. Среди мутаций гена ЧЕК-2 выявлено 3, 2 из которых являлись патогенными, и среди также вариантов мутации ПАЛП-2 выявлено 5 мутаций, 2 из которых явились патогенными. На данном слайде представлено процентное отношение пациентов, у которых встретились герминальные мутации. Наиболее часто встречались мутации БЕРСИ-2 у 23,3% пациентов. На втором месте наиболее часто встречались мутации в гене АТМ. Итоги. Обнаружено 33 варианта герминальных мутаций, 45,2%, 7 патогенных и 26 доброкачественных или неопределенного значения. Из 73 пациентов у 42 были обнаружены герминальные мутации, 57,5%. Частота патогенных герминальных мутаций составила 9,5% во всех исследуемых образцах и 21,2% среди всех выявленных мутаций. Выводы увеличения выборки пациентов и дальнейший анализ изучаемых генов гомологичной рекомбинации позволит вывести патогенные варианты, обладающие наибольшей прогностической значимостью в отношении метастатического рака предстательной железы. И вторым этапом планируется оценка показателей выживаемости, времени до прогрессирования, эффективности различных схем терапии и времени до развития костра трезидентного рака предстательной железы. Спасибо за внимание.